Добрый день, друзья! Давайте сегодня разберем еще одну практику, практику осознанности или радикального прощения. Слово прощения в данном случае мне не очень нравится, хотя оно хорошо отражает суть. Например, была у вас в жизни ситуация, и вы там затаили обиду, вину, злость, агрессию на маму, на папу, там люди годами ходят на гештальты и на разные психотехники для того, чтобы проработать родительско-детские, например, отношения, либо еще какие-то взаимоотношения. И вот у вас есть эта внутри боль, горечь, и вам надо с ней что-то сделать. И, как правило, вот из того, что сейчас предлагается, это проработка через прощение. И Колин Типпинг написал великолепную книгу «Радикальное прощение», и все, что он там описывает и говорит и предлагает, это все абсолютно рабочее. Но когда я слышу слово «прощение», я понимаю, что у многих будет срабатывать реакция на это слово, как на элемент «я же прошу прощения», значит, у меня какое-то внутри чувство зажатости, неловкости и так далее. Это один спектр неприятных чувств, с другой стороны, отражение и ожидание от того, у кого просишь прощения, гордыни проявленной. И, соответственно, баланс достигнуть тяжелее. Я бы предложила вам практику анкеты осознанности или осознания. Это когда мы действительно прорабатываем ситуацию, выписываем ее и отвечаем себе честно на вопросы. Описываем ситуацию, зачем была дана эта ситуация, какие выводы, какие уроки из нее человек извлек. И задача выписывания из себя своего психоэмоционального состояния и ответов на эти вопросы – прийти в состояние равновесия и благодарности к тому лицу, с которым было взаимодействие. Именно состояние благодарности, если сможете, любви – это прекрасно. Анкеты могут… вопросы из анкеты, они разнообразные. Тут можно дополнять фразы «я там обижаюсь, завидуюсь, сержусь из-за того, что ты там сделал, я чувствую». Человек чувства свои рассматривает, дополнительные ассоциации рассматривает и так далее, и так далее, и так далее. Суть, что в конце человек начинает понимать и чувствовать, как он поступил, какие уроки он извлек и так далее. Это анкеты осознания, вот такой вот материал у нас, подготовлены такие блокноты для тех, кто будет заниматься вот этими практиками, именно чтобы равновесно выйти в баланс. Это один вариант, то есть для себя честно ответить на вопрос, зачем мне дана была ситуация, чему она меня научила, какую роль в этой ситуации сыграл этот человек, вывести эмоции и чувства на бумагу и отблагодарить искренне данного человека. То есть мы приходим в баланс через благодарность. И даже я бы эту практику назвала практикой благодарности к тому человеку, который, в общем-то, и привел к осознаванию данного конкретного процесса. Это один вариант практики. Второй вариант практики, когда вам больно, вы просто садитесь и пишите письма. Письма, одно письмо прощальное, да, вот представьте, что этот великолепный человек, который научил вас какому-то жизненному сценарию, да, вы с ним прожили какой-то жизненный опыт, и этот человек великолепный вот скоро умирает. И вот он умрет там через сутки, и вы это знаете, какое письмо вы ему напишете. Ну, либо эта скотина сдохнет через сутки, и что вы ей напишете. И вы начинаете писать из этих состояний, и приходите в любом случае к состоянию благодарности. Пишите до тех пор, пока это состояние вы не начинаете искренне чувствовать у себя внутри. И второе письмо – это письмо признания в любви этому человеку. Да, это, возможно, великолепный человек, который доставил вам очень много прекрасных дней, вы вынуждены были по каким-то причинам разойтись. А это могло быть то существо, которое испортило всю вашу жизнь. И вы точно так же выписываете все, что вы чувствуете, все ваши эмоции, все ваши чувства на бумагу. Суть и анкета сознания, либо же этих писем в том, чтобы прийти в состояние любви и благодарности и извлечь опыт, осознанно закрыть данную кармическую историю, понимая, что нету в жизни ни одной случайной истории. И вот в тот момент, когда вы закрываете вот эту кармическую историю, действительно приходите в баланс, в гармонию, в равновесие, внутри состояние спокойной тишины и благодарности. Понадобилось вам заполнить 20 анкет или написать 50 писем, не важно, главное, что вы это сделали. И тогда вот эту стопку бумаг вы берете и сжигаете. Сжигаете в прямом смысле в огне. Очень прекрасно, если огонь где-то на даче, в лесу еще где-то. Но если не получилось, и вы не имеете возможности, и живете в городской квартире, значит, можно поставить под вытяжку, включить вытяжку и действительно сжечь аккуратно всю эту бумагу, пепел выкинуть. И в момент, когда бумага будет гореть, сказать простую фразу. Стихия огня. Верни мне мою жизненную энергию обратно. А энергию других участников, описанных на этих листах, верни им обратно. И вот с момента, когда возвращается энергия, происходят чудеса. Во-первых, это ваша молодость, это ваше самочувствие, это ваши жизненные силы, это тот ресурс, который отмерен на данную инкарнацию, на данную жизнь. А с другой стороны, вы же возвращаете энергию второму участнику, и вдруг второй участник, энергия прилетает с информацией, вдруг вспоминает о вас, и вспоминает теплыми словами. И очень часто человеку тоже хочется позвонить и попросить у вас либо прощения, либо сказать слова благодарности, либо-либо. И происходят чудеса. Я за свою практику видела очень много чудес. Когда восстанавливались родительско-детские отношения, когда партнеры звонили, и это все просто принималось взрывным образом, этого не может быть. Но это случилось. Случилось, потому что вы осознались, закрыли историю, и можете действовать теперь с нуля. Либо начать с нуля, либо, но это уже совсем другой сценарий, вы можете выстроить отношения из любви и благодарности. Вам не мешает слой вины, обиды, злости и так далее, который был накоплен во взаимоотношениях с данным конкретным человеком. И таким образом практика осознания или практика прощения, как кому удобнее будет, практика благодарности, это все об одной и той же практике, да, она сводится к тому, чтобы вы вывели ваш эмоциональный слой на бумагу, привели себя в состояние любви и благодарности, искреннее, без вранья, господа. Обращаю внимание, ни разу не встречала, чтобы хватило одной анкеты. Минимальное количество 10 штук на одну ситуацию. Точно так же и писем. Вот вы ровненько пришли в баланс, уже не врете сами себе, и вот тогда вы все это сжигаете, и вдруг вы замечаете, что реальность стала другой, что ваша жизнь пошла в другом ключе, действительно в другом. И действительно, если речь идет в данном случае о выздоровлении ваших детей, то они начинают поправляться. И действительно, если речь идет о вашем собственном здоровье, это точно так же положительно сказывается на вашей личной динамике. Но это надо делать. Есть варианты, вы можете воспользоваться, например, нашими анкетами, вы можете воспользоваться анкетами радикального прощения Колина Типпинга, благо это уже мировой бренд, по сути дела, я даже так скажу, его радикальное прощение, его анкеты, миллионы людей ими воспользовались, и благодарны этому человеку. Вы можете воспользоваться просто волшебной палочкой, ручкой и бумагой, и написать через письма. И в данном случае придумать отговорку, типа, у меня не было анкеты, я не понимаю, что делать, я не знаю, получится или не получится. Это вранье в себе, господа. А за вранье всегда прилетает привет от самого себя. Ведь от своего Бога, от того Бога, кто вы есть на самом деле, вы никогда никуда не сбежите, как бы быстро вы не торопились. Всё равно придётся прийти к себе искреннему, целостному и настоящему, и выстроить гармонию и баланс внутри себя.